Товар по акции желаете? Нет, спасибо. С вас миллион и просрочку в подарок. А также алкоголь несовершеннолетним сегодня у нас акция такая. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите ваше мнение о нашем поведении. Подружка стесняется. Так себя не стоит ввести, садиться за кассу, садиться за кассу и ввести себе так же. А я сейчас сяду еще раз. Садитесь, мы поедем в отделение. Будем разбираться, согласны? Да. Давайте, я вызван наряд приват. Ну, он имеет право садиться, не судим. А какого нет? А какого, да. А какого нет? А у нас то, что не запрещено, то разрешено. Это диксель, а мы ели. Только качественные и свежие продукты, здесь нет просрочки. Жрите, пожалуйста. Как красивая девушка, давайте с вами селфи сделаем. Давайте селфи, селфачок. Володенька, ну что такое? Я не знаю, этот фильм не ползал. Зачем ты выпалки? Она практически уже была моя. А у вас какой-то там... Как они обычно делают, так я и хотел. Вова, ты прям хулиган сегодня. Да пофига. Они меня достали уже, если честно, здесь. Это просто... А вы хотите, чтобы их посадили в тюрьму за продажу просрочки? Что? Вот сейчас вот там их следователя опрашивают. Ну, не следователя, а участкового. Они на 9 месяцев детское питание просроченное продали. Да здесь вообще беспредел. Здрасте. А можно его убрать? Что именно? Куда? Задницу? Я не знаю, что вы даете. Не забудьте представить. Да не нужно мне вашу удостоверение, вы что? Зачем я вашу удостоверен? Вы что, поможете на компанию, как приказываете? А, не понимаю. У вас что-то есть, можно? А с какой целью интересуетесь? Ну, мы начинаем, что-то заявляем, что-то давать. Что вы взяли? Ну, что вы взяли? С какой целью у меня выйдет хорошо на чем-то? Я вызвал. А кто? Я вызывал. Ну, что, две делки будем смотреть. Уважаемый, как вам ворщаться можно, что документ считает? Меня можно назвать господин Владимир. Хорошо. Дело в том, что... Я сейчас тоже напишу. Уважаем. Блицейский, дело в том, что вас, наверное, я вызывал. А я... Он побежал. И разрешаю его выкладывать только с целью. Вот, смотри, любые ко мне приехали. Да. На. Кто и пришел? Я не знаю, это у человека на самом деле. Вот ненавижу, когда приходит какой-то... Вот, по-моему, у меня не мусор, да? И что-то требует от меня убрать камеру. Кторый вообще это такое подошло? Зачем убрать? Я жду себя иногда неадекватно, да, конечно. Может быть. Конченный неадекват вообще. Вообще законченный. Алло. Да, мы звонили. Вы что-то мимо меня прошли, вот, к человеку докопались. Со всеми? Со всеми. Да, товарищ, со всеми с вами разговаривал полицейский. Почему вы ему не отвечаете? Он оскорбился. Уважаемый, что пришло? Да, смотрите. Произошло то, что было обнаружено следующее. Просроченное детское питание. Дейс 38-я, часть 2-я Уголовного кодекса. Также оно было приобретено. Вот это не приобретено. Есть еще приобретенное. Это надо на... Описать. В ходе осмотра. Я думаю, да. Хорошо, хорошо. И изъять. К сожалению, изумать я не имею права. Я оставлю на ответственное хранение, расписку напишите и все. Ну, вы в любом случае должны изъять и оставить на ответственное хранение. Ну, естественно. Ну, мы не против. А, как же вы будете экспертизу делать, получается? Я материал буду направлять в Росстепнадзор, так как их подведут. Подведут на следственного комитета. Направлял материал, в любом случае я буду направлять. Ну, то есть вы будете нарушать закон? Я не буду нарушать закон. Почему? Еще раз. Объясняю. Детское питание для детей до 6 лет. Оно может быть опасно для жизни и здоровья. Там есть огуша на 9 месяцев просроченной. Я вас услышу. 9 месяцев. Понимаете? Нужно провести экспертизу, если оно опасное. Соответственно, перенаправить материал в Следственный комитет для принятия процессуального решения в порядке ст. 104-145 УПК. Так. Заявление. Срок годности 12 месяцев. Просрочено на 9 месяцев. А общественности можно как-то делать? А, фруктоняня. Вот, фруктоняня. А, фруктоняня срок. Это есть срок? Давайте ручку. Ручка есть? Ну, есть у меня, но одна моя. А поделиться? Ну, пожалуйста. Господь велел делиться. Это мой кабинет. Это вот в кабинет Володеньки. Не против я воспользуюсь? Да, я. Ручка есть. Им были приобретены просроченные продукты питания, возможно, опасные для жизни и здоровья, в том числе и детское питание. Так. В 18.22 чеком номер 140 был приобретен вода с соком агуша, 15 штук с стекшим сроком годности. В 18.36 чеком номер 350 было приобретено пюре фруктоняня, 5 штук, срок годности которого и стек по одной из позиций на 9 месяцев. Прошу возбудить уголовное дело по чести 2 статьи 238 КУРФ и приезжую на лоску к уголовной ответственности. Если у вас есть заявление, пишите. Владимир Викторович, можно я ручку положу вам? Ничего страшного, я вам говорю, это наше рабочее место. Наши, это чьё? Наши, это заместитель директора. А я заместитель. Вы заместитель этого магазина? Заместитель этого магазина? Вы можете так ко мне обращаться? Проблемы какие-нибудь. Или вы поверили, что он грубят-хомят? Я сегодня переменчиваю на строение. Объяснение писать будет? Я всё указал в заявлении. Ну, хорошо, объяснение так будет, всё указал в заявлении. Давайте. Я возьму, Владимир Викторович? Можно, да? Соблаговоляйте. Конечно. Иди сюда. Сейчас по плечам могу вычесть там. Вы только учите то, что вы по нему не можете выносить отказной. На всякий случай. Я в прошлый раз удалось. Нет, ну просто я видел много участковых, которые выносят отказной. Там по 286-й статье там. Хорошо, беру, что мне делать. Хорошо. Мы надеемся. Поскольку отнимает территорию, будет заниматься тут ужковой частью территории. Не вашей земли? Нет. Понятно. Другой феодал будет заниматься. Да, я чувствую, почему он не хочет приходить. Павел Владимирович. Продолжай приглашать персональные данные заявители. Если бы не писал, что это до большего, а у кого бы не палец. Если бы вы устное заявление приняли, вообще было бы. Цены бы вам не было. Тех, кто, кстати, не устраивает мой почерк, я прошу обычно принять устное заявление. Владимир Викторович, возвращаю. Не снято не было. Здравствуйте. Да, что вы въемки? У нас закупка. Здесь совершенно не будет. Назрее, а можно вам будет передать или подъем сюда вызвать? Только что? Да. У меня, если бы у вас позвонил, сказал, что это будет полиция. Дежурную часть. Чем? Это вы удачно зашли. Это хорошо. А кто продал-то? А девушка. Вот такая сидела сейчас, она подойдет. А у нас просроченный дископитание на 9 месяцев. Отлично. Сообщенный мне, как скажешь, да? Да, гаражный Российской Федерации. Пускай сотрудник ПДН приедет. А ПДН занимается? Ну, совершенно этими, да. ПДН, да. Володя больше 18 лет, я просто с ним не практикую. Так бы я его на поводки привел. Я должна сюда пройти. Мне нужно сюда пройти. Это мое рабочее место. Я заместитель директора. Что-то у вас много уже. Второй? Я вторую смену пришла помочь. Потому что такие как уже. Уже что? Продолжайте. Зарители ждут. Уже аплодисменты почти были. Четыре. Я вас умоляю. С вами вообще без толку просто говорить. Мне адекватно. Так, что мне сделано адекватно? Приобретенные просрочные продукты. И употребленные. Ой. Не бойтесь. Мы сегодня за вас. Вы, может, присядете? Я буду поместить тех, кто не ждет. Володенька одолгил вам немного наглости. Но для пользы дела мы готовы. Ну, а с вами полицейский начинает стараться. Поэтому я обменяю свои отношения. Ой, а что, так можно было, да? Человека с места даже не сгонять. Вот как прекрасно-то, да? Смотри, как. Ну, я в следующий раз отпускал. Могу помогать. Так вот, оказывается, еще и несовершеннолетним алкоголь продаете. Здорово, да? Вот это прикол, да. Не, ну я не удержан, конечно. Уже оформлял эти сети, да. Десяца, полтора, два, да. Ногичные. А это самостоятельно? Да. А, все. Пишем, пишем все заявления, да. И дальше уже люди. Я сшаю. Привет. Сядем на стол. Это, собственно, хорошо. Это же самое, что в то же раз. Сад. Раз, поездил. Вот так вот, вот так вот. Вы этих детей травите, а они потом алкоголь покупают. Ваша тележка просрочена? Да, тут детское питание вон на полгода, ой, надеюсь, в месяц просрочена вообще. Следующая дикция, которая, я вам находил в Жене, там всегда. Я там, где-то по второму классу уже тоже. Там на меня кидает больше. Ну, это сюда переписано? Или как вам удобно? Забыли? Я вам говорю. Раз вы забыли, идите, снимайте просрочку. Шагом, марш. Раз, два, раз, два, раз. А что такое? Вечерник нашелся. Да, кто ее? Владимир Викторович, не убивайте ее сейчас, пожалуйста. Я ее выпорю просто, как-нибудь, по ее согласию. Согласна я выпориться? Я в шоке. Выпориться согласна? Вы меня на работу брали. Я? Да, вы брали. Я не брал, но сейчас возьму. У меня все права. А, то есть, понял, как? И кто ее брал на работу, тот и имеет право ее пороть. Порочная женщина, как, что ли? Уволить. Уволить. А, то, что вы говорите, я вообще не хочу говорить на эту тему. Вам не приятно? Вообще не хочу разговаривать с вами вообще. Не подходите, не говорите. Ротик закройте свой, не говорите. Вы просто видите, мне глаза не мазали. Да ничего он там не мазалит. В общем, глаза кучерявые. Угоститесь, он бревошью, я не знаю. Успокойтесь. Нет, спокойно. Можете просрочки появится. Да, они просрочены. Это же Dixie. Это Dixie. А мы ели. Только качественные и свежие продукты. Здесь нет просрочки. Жрите, пожалуйста. Девочки. Какая красивая девушка, давайте с вами селфи сделаем. Давайте селфи сделаем. Селфачок. Володенька, что такое? Я не знаю. Этот фильм и пугался. Зачем ты выпадки не нравишься? Она практически уже была моя вторая жена. Ну, вторая жена. А ты мусульманин? Я вообще, когда угодно, я вот такой и становлюсь. Я продажный. Так же тут еще случайно ребята купили алкоголь на сверхнолетние. Им тут продали пиво. Да, пиво же? Да, замечательно. Вообще. Красивая баночка. Красивая баночка. Они думали, что это не алкоголь. Наверное, да? Да. А что это нормально? Думали, что вы скажете. Правильно, правильно. А сам ты не пьешь? Точно? Конечно. Все спортсмены. О, правильно. А когда продали? В момент того, когда за ее кассой сидел полицейский. Да, вот самое интересное, что когда полиция была тут, именно в этот момент произошло еще одно правонарушение. Здрасьте. Вы с ПДН, да? Ну да. Понятно. Сейчас всех соберем тут. Тут просто одновременно. Да. Вот сотрудники ПДН приехали. У меня есть сотрудница одна. Для разнообразия другую. А сколько? До 23 ноября. До 23 ноября. Другую кассу хочешь? Хотя далеко, конечно. Там до сих пор амурные игры. Я смотрю. Как вам такие отношения? Поставьте сердечки мужикам. Ой, не уверен, что мужикам, конечно. Да, поставьте мужикам сердечки. Мы им передадим. Вова тебе привет. Я слышал звук затоса. Вова тебе привет. Вова тебе привет. Спасибо. От Игнара. Спасибо. Ребеночку, чтобы приобрести товары, необходимо просто. Только свежий и качественный товар у нас только в Дикси, поэтому именно... Не мешайте. Я сейчас покупаю. А я кто? Не мешайте. Вот теперь ваша очередь. Не имею права продать вам просрочный товар, извините. Так у вас в магазине просрочный товар продается? Ну да, извините. Так получилось. Все, я сейчас убежусь. Далеко не уносите участковому. Участковому. Участковому отдайте. Не, участковому отдайте. Участковому отдайте. Тут вообще полный беспредел. Смотрите, детям туда. А куда вы понесли? Да. Вы в осмотр, в осмотр вложите. Nichts advantages, детства не доносит сейчас. В кровице я пок arquит отחит. П firesывать пойдут, автоматически не уйдут. П Collins issue А вас и взимает сейчас будет... Да, сейчас будет аж yay開 developigt. Куда мы подачья жили, а если оформлять, то мне еще не приятно. а у вас какой-то там как они обычно делают так и не хотел вот и прям хулиган сегодня вова 20.1 ты мне в машине говорил а ты тут никого нет посмотри да только 9 человек прямом только только бредина какая-то рядом пускай знаешь я плохой а чё я зазряд штаб что плачу за всякие статьи лишние вот все володя барагузин пацан а что у нас первого товара мои я их выиспил сколько тена был дергать дергать пропустились чтобы чтобы руку отрезать киллер маргарина да правильно товар отобран вернуть не должны кусок свиньи администратор ушла как раз да это это ее не хватало куска кусочка не хватало административный кусочек как-то маргарин тебя люди спрашивают ему вроде условно не дали реалку по полной пойдет на повышение правда он обман тут а что у вас за проблемы там давайте посмотрим безобразие как вы пойдемте воду подолбимся в дверь администратора в ее проход так сказать спросим с нее она убежала да она у нас детское питание просроченное отобрала и убежала а ты рыбка не просрочена она будет я надеюсь что на его съезд здесь честно рыбка не просрочена вас а то есть мошенники тут еще до завелись обман потребителя хищение путем обмана и злоупотреблением доверия а вы доверяли дикс по сговору вот все это раньше сегодня хорошие тут посетители возможно да вот сотрудники и давай сотрудник ну я бы не сказал но смотрите у нас детское питание просрочено 9 месяцев ребенок с четырех месяцев он еще не родился уже будет есть детское питание которое просрочено до его рождения представляете да да там вот до 9 месяцев доходит просрочено это уже неоднократно счет видите-ка нет это там вот комнатка новую а вот кассиру обратите она позовет а вызвать можно пойдемте с вами папа подолбился в проход администратора но тогда и что вы не волнуйтесь вы купили это да это ваш пойдемте со мной вас никто не обидит вас никто не обидит я гарантирую вас никто не обвинит в краже сегодня вот недавно был день конституции мы всем разрешали заходить сумками магазин вот дикси в дикси да вот это я записал хорошо да сейчас да пишем расписка чтобы мне ходить на ответственное хранение зачем нет ответственное хранение этим модель а или себе забери по закону он ему обязаны сделать возврат во первых давайте они мне вернут они обязаны и дайте им на ответ на хранение а то я далеко живу вернули да 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 а вы у них уже изымаете и оставляйте до возродила за 10 нато служебное помещение там не где позиции детского питания которые были на пол так ну чтож идут они пойдемте с вами до вас не обвинят в краже я вам говорю а если обвинят то мы с вами хайпанем отсюда у них много денег правда правда конечно а вот это к вам до людей обманывать еще сплошной обман до надувались конечно вы будете представляете вот мы тут купили вот это все полицейский оформлял и при полиции тут продали алкоголь несовершеннолетним он оформляю сейчас 17-летнего парня продали да так волоке это все что да это все штуки ломимся это нормально а чем запрещено а чем запрещено а каким законам запрещено но вы туда ходили а мы как сотрудники других ведомств все таки время давай володя вынимай маффин маффин твой не просрочен да начнем с хлебушка давай вова работа для наглядности я вообще-то всего это не аккуратно на пол шишечки Ну а вот и, допустим, по-другому, с 29-го, 11-го. И что? А, я понял вашу шутку. До 29-го, 11-го. И сейчас 17-е, 12-е. Это уже просрочено на 18 дней. Девушка, а мне возврат денежных средств сделайте. Я вас приобрел товар ненадлежащего качества. Куда вы убежали-то, девушка? Ну, давайте расскажем зрителям. У нас говорят, что это на грани, что до 17-го. Как ваше мнение? Поставьте там минус участковому, конечно же, если не согласны. А до 17-го вы, получается, меряете вот до компьютера. Это вы компьютер считаете или нет? Не, я обычно на ногу, когда полицейскому, рядышком ставлю ногу. Не, вернее, на ногу прямо установлю. Да я до вашей ноги поставил свою ногу. Ну, это сейчас как бы до. Сейчас я найду, вот тут прям будет у них написано, наверняка более понятно. Он покупает, и... Что-то у них не написано. Ну, что? А, вон. Годен до. Смотрите. Годен до. 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 Сегодня какой-то... 17-е. А 17-е это не до. Это уже... Во время. Не заступила. Девушка, так мне возврат сделать? Да, да. Давайте. Я также в очередь встану, чтобы мне помогли мешать. Как? Чек не можно. А чек изъят от полиции. Ну, как я вам взяла в отрату? Восстановите мне чек. Не, мне нужно сначала чек увидеть, что вы купили вообще. Я даже не видела, что вы купили. Пюре фрута няня. Вы мне дайте это? Сок фрута няня. А он изъят от полиции. Где здесь? Можете у него попросить, если вам нужно. Вы попросите, вам не нужно возврат денежных средств. А я могу... Ладно, потерял я чек. Вот я восстановить хочу. А где покупку? Товар не вернете? А товар изъят. За время все. Чего должна залазить? Не знаю. Но если не будете возвращать, вы скажете, не буду возвращать. Только вы их назад вернете, вы их не заберете. Почему? Нет, вы их не заберете, они изъяты. Мне отдали винтичей. Но вам их отдали для освещения возврата. 574. Вы их не заберете, они в любом случае мои, даже если бы они не были изъяты. Нет. Это раз. Теперь ребят, смотрите. Фонарик. Так. 2. 5,2. 3 мне дайте. У меня нет 3, мне 5,2. Давайте 5. 5 не умеете. Давайте 2. Давайте 2. Я вам говорю, у меня 5,2 есть, при чем тут считать не умеете. Спасибо. И чеки мне мои давайте. Чеки отнимаешь? Чеки отнимаешь? Идите. А давайте тогда. Я закончу свою работу, подвечек и сделаю, я вам поднимаю. Ааа, хорошо. Как вы думаете, обманет, не обманет? О, пошел товар алкогольный. А вот алкоголь уже выращивают, да? Водительское приобрести, что ли? 17 или 14. Извините, что ли? По шее, да, там 4 приеда в оттене. Или Махрек. Все, все, оформили вас? Нас. Их. их правильно ну все удачи вам парни подписывайтесь на канал как грится ставьте лайки а мы сейчас сделаем еще кое-что мы сейчас найдем новую просрочку я отвечаю вы доверяете валюта ключик надо тебе не модели номер 17 вот вовы сейчас найдет новую просрочку на я прочувствую я ну вот так получилось просто не доверяю этого человека это твое да я так понял только за администратор хина присмотреть чтобы она чеки не уворовала а ну часто в принципе полицейские требования предъявить отдачек очень страшно это мое оценочное снижение атомная война намного симпатичнее что-то если она не будет чеки давать полицейские требования предъявить отдачек а потом если не исполни под нашим чутким руководством составим 19 3 на нее сразу суд повезем доставим дежурному суде и там ее уже это рч хвостик да петушиные угол и все дела куриный мир да бабка нет у них чеков нет у них чеков так а им получается здесь капитане не надо на ответственных ранее выдавать по нему экспертизу надо делать назначать делать экспертизу опасно но не опасно потому что там что это квалифицирующий признак состава тем более неоднократный так что не сомневайтесь надо по полной программе да и никто не хотел снимать я говорю давайте снимаем просрочку он потом взял нашел еще она отобрала у меня в грубой унизительной форме оскорбительный для меня конечно мне сделали чеки только не отдали а мы разные люди делают в этом по-другому это как по-английски с предъявой вы такие вы такие словечки не терь я что за день сегодня такой нарушение до сих пор на свободе а мне кажется не без билета еще проехать вот тут организатор перевозок есть может оформить их я видел как они из троллейбуса убегали без билета да когда деньги вернете где у вас полиции совершаете административное правонарушение коррупция товарищ лейтенант я платил безналичным расчетам а мне обезда обе обновичили это возможно отмывание незаконно добытых преступным путем денежных средств я отказываюсь принимать эту взятку я требую возврата в безналичной форме а принципе можно взять деньгами а потом потребовать безналичный да так попробуем 5 рублей сколько стоит photo hunter так вообще у меня вот даже камера с распродажами дали а что 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 у вас за проблем книгу отзыва что у вас случилось тут нет мы виртуальных не отзывов что у вас случилось мы их зачмырим за это не а что случилось то может вы скажете дикси нам ответит и на вашу претензию почему без телефона ходе без телефона иди и сходи спросить не хотят когда им предлагаю стесняется терпите вообще терпите да голосуйте за путину терпите не не надо если терпите но не надо жаловать терпите молча девушки а нам книгу отзывы можно и предложение и предложение дамы у нас предложение к вам есть магазин у дикси у них не хватает видимо грамотных сотрудников которые могли бы внести правильные предложения рассмотрели бы сами же и улучшили качество обслуживания ты хочешь свою подарить от уже одну подарил но не здесь не здесь я рад что вы освободились вы уходите убегаете или устали вы уходите позовите нам администратора нам книжечку мы хотим предложение внести очень ценное очень ценно спасибо дали такой ласковый и нежный походу ой володенька володенька ну прям перед новым годом то подожди нового года то вова что творишь то финскую водочку то ты же русский чем-то финскую водку пью ты феншки ты видел вообще мой морду ну таки не видел вот таки донат чё записываем нарушение условий хранения тоже можете опасно соответственно вот понятой можете ознакомиться с этим ну вот данными получается вот пожалуйста все что осмотрит установлено изъято то есть что изъято пожалуйста любым методом ознакомиться любыми способами ознакомиться можно потому что у меня есть специальное техническое средство я ознакомлюсь это будет быстрее как это как это сплошно просьбу и пожелание это темно пожелание кстати одно это сделать посветлее чтобы фиксировать потом чтобы просрочку лучше видно было процессуальные документы чтобы было проще фиксировать так мы по просроку вы поняли да все кроме детского питания в принципе можете им им отдать но это не точно потому что курица тоже может быть оправданная паспорт я им к сожалению отдам все как же так а как вы тогда будете вести деятельность направленную на установление будет кто-то будет им заниматься а хотя на ответственное хранение он же может их назначить экспертизу и у них забрать и передать им экспертизу ну в принципе теоретически то можно да но я думаю просто будет лень кому-то конечно да детей-то травить что не наказуемо же да не знаю вот говорят вы недовольны чем-то вы довольны всем полицейским вы довольны всем говорят просто вы недовольны может зарплата маленькая вы выскажитесь мы прибавим вам постараемся ходатайствовать об этом кстати мне надо благодарное письмо так 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 задерживать все а никого нет заброшенный дикси а вот она дик ну тогда мы как говорится присядем да касса закрыта тут я подвину проходите а вот туда ну проходите я вас пропущу не хочешь? я просто устал стоять ты хоть посидел ничего ничего я вам отдам все полностью это шутка полностью никому не отдаюсь ты часто полностью отдаешься косиршу? никогда? никогда еще худрявый и то на пол шишечки вот он моя любимец разрешаю вам прийти даже откажетесь к такому джейнху отказываетесь? продукты жизнедеятельности это продукты жизнедеятельности диксель вот так они выглядят кто-то их даже ест кто-то за свой счет там группу спроси ты описаться хотел на вас? Вова выдай я не могу человек в маске он меня понял не нормальный человек в маске я за вас серьезно да да у нас товар по акции желаете? нет спасибо с вас миллион и просрочку в подарок а также алкоголь несовершеннолетним сегодня у нас акция подпишитесь на наш канал ставьте лайки комментируйте пишите ваше мнение подружка стесняется и на инстаграм подписывайтесь подписывайтесь вон тут прямой эфир идет банда провокаторов не в сборе поэтому что-то все нас идет может вон очередь очередь там может людям по пробивающим как думаешь люди ждут свободная касса я обманул вас мне стыдно это лицо покупателя дикси он только что обнаружил что купил просрочен товар тут можно позвать еще кассира вот да люди ждут вы че сидите вот Вова не умеет просто с кассой работать я стажер извиняюсь да ты считаешь не выполняет а вот мы мои красавицы вернули опять обманывают да людей извините этот человек больше не будет работать спасибо вам за вашу позицию гражданскую активную мы ее обязательно накажем выпарим и уволим после этого еще не тут продают просрочен детское питание на 9 месяцев 2 кассир появился администратор точно ну да вы же зам директора да да книга отзывов нам нужно а до сих пор нет у нас сделать и гражданки по той цене который стоит обязаны продать по такой цене куда вы носите а вы книгу отзывов принесите на самом деле не очень нравится я заставлю а вот куда она ушла она просто забрала и ушла да она обязана вам продать по той цене а вы хотите чтобы их посадили в тюрьму за продажу просрочки вот сейчас вот там исследователя прошу исследователи что они на 9 месяцев детское питание просрочено продали видите что люди говорят а вам повезло так бы он еще на вас накинул кстати директор приходи еще не мужик что ли как вот он сейчас секундочку не перековеркать чтобы газеев боговдин рамазанович чё не мужик что приди в свой магазин и посмотри людям глаза давай приходи мы ждем тебя а у вас можно берется скидкой а я не слышь а я не слышь а что вы сегодня сколько студентов и выбрали сколько социальных карт отобрали не работали сегодня не в ту тему я просто мило часто жалуются на гкл этот вот ваш очень часто именно студенты мы закончили вы закончили это там же ничего не опечатано или забрали на аудасе расписываем сайл да ну все мы то ждем а может по поводу книги отзывов то что нет не понял так и не приносит но это и уже не фористы но это нарушение правил торговли зафиксировано полицейским может быть ничего будешь писать нет че мне же и потом на будешь так себя не стоит вести садиться за кассу садиться за кассу привести себя так я сейчас сяду еще раз и вы видите мы поедем выделение будем разбираться согласно давайте я вызову наряд приводить по 19 3 или за что лица напишут сотрудник а что противоправного а что противоправного а он что хочет воровать это что или что противоправного он имеет право садиться не судим а какого нет а какого да а какого нет а у нас то что не запрещено то разрешено хорошо обязательно все уедешь сейчас уедешь из . тяжа обещал полицейский ну что пойдем найдем его либо действия либо нет надолго до шести лет полки до пяти нет ну честно тут пока подпись поможем сутки куда она через черный ход что как самую опасную приступу добавить бесплатно да то кто оформлял просрочку вот сейчас на газовал на володеньку я думаю зря зря володенька ему как-нибудь отомстит я отомстил еще при начале до предыдущего участкового так себя вести не надо не ждал а потом сам сел самое главное за твое место без спроса он у тебя спросил у меня нет там стандартный в принципе пароль на всех подходит так что пользуйтесь ребят а у нас телег на на стиле облигает веснах и потерять и уголовка будет заберем делегку нет подписчики пишите мы не входим туда двери открыты просто а вы позовите ее просто конфеты упадут смотри они пошатнулись а 38 бывает три мы ждем вас наши ненаглядные на оба книгу отзывов да и все в принципе полезное обществе а можно позвольте вареную дейти я не вас я не выводу мой дорогой речник Я вас не слышу, говорите с рукой в камеру, смотри. Теменение снимать, пожалуйста. Хорошо? Рот. Вот прям вот, какой хороший. Нам бы книгу отзывов и всё. Да, мы бы ушли. А нету там. Нету, мы бы ушли давно. Поспособствуйте нам, и мы быстренько черканем идем. И посетители, кстати, тоже говорят, что нет книги отзывов. При нас женщина подходила. Уже второй раз? Да, тут второй раз. Мы же не с первого раза мы обычно культурные, вежливые, а тут уж, ну. Я, я пригласил. Только меня не снимать, пожалуйста. Я не люблю, что... Вот они тоже не любят, а приходится любить. Девушка, книгу отзывов, книгу отзывов. Да, 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 да. Белый листокик. А белый листокик не делал, что они не делали. Не, просто есть она, нет. Пойдем, пойдем. Пойдем, наверное, вон. Да. Я ей пояс сказал, серьезно нет. Нету книги вообще. Да её просто разошли. Вчера она была, для нас она была. Нет, нет. Кто-то это пожаловался, реально. Кто-то взял серьезно. А, вот поэтому её и теперь нет. Многи убрали, да, я не знаю. А, вот женщина подходила, просто она давно еще хотела оставить, нету книги. Давно. Давно нет, ты, говорит? Да, говорит, да. Ну, я вон соврать не буду, если то, что вчера говорили, не говорили. Я серьезно говорю. Ладно, пойдем. Ну, мы вам верим. Ладно, все. Да мы, если что в электронном напишем. Просто бабушки тут ходят, нету книги. Бабушкам проще в книгу написать. А, руководство все равно на нас подписано. Да. Руководство посмотрит, да. Просто обычно после этого, я просто не публиковал, на самом деле, предыдущий поход. После этого обычно меняется руководство. Ну, в смысле, Zoom директор обычно меняется. Так что готовьтесь к переменам. Может, вы на повышение пойдете? Вы, кстати, адекватный, нормальный работник. Я думаю, вот главное, что дело в руководителе. Если всех заставить работать, то просрочки не будет. Это же вон мы нашли, сколько просрочки за сколько? 20 минут. Да. Это не сложно, правда. Хотя бы раз в месяц. Ну, хотя бы. Не успеваем, да? Ну, как? 20 минут раз в месяц, не успеваем. Ну, ладно, счастливо вам тогда. Все. Давайте. Даже вот, пожать руку вам. Все, счастливо. Удачи вам. А вы следите за своим руководством. Честно вам скажу, самый, вот я думал, самый агрессивный был вот этот молодой человек как раз в маске, да? Но, удивительно, он был самый дружелюбный из них. То есть, девушки там, конечно, ну, они не то, что хамили, там, ну, конечно, хамским им поведением можно назвать, потому что они убегали, там, не отвечали. Книгу отзывов не принесли, там, на протяжении сколько? Получаса или, там, сколько мы ждали? Даже минут 40. Вот. Мне лично их поведение непонятно, так как второй раз попадаются на просрочки и детское питание 9 месяцев. То есть, ты ее, получается, в тот раз не нашел, кстати. Да. 9 месяцев просрочено, да. Либо они специально, умышленно ее вылыхали. В общем, я думаю, их надо наказать, в любом случае их надо наказать. Именно привлечь к уголовной ответственности виновного, если таковой будет установлен. Я надеюсь, участковый все-таки проведет экспертизу детского питания и установит, что, ну, я думаю, на 9 месяцев, если просрочено питание, то им можно отравиться. Это не 1-2 дня и даже не месяц. Это 9 месяцев. В прошлый раз тоже так было, но ничего им за это не было. Поэтому они себя так и чувствуют. Вот безнаказанность и полиции, и Роспотребнадзора. Вот так. Бездействие. Ну, надеемся, что мы когда-нибудь заставим их работать. Ну, а вы, дорогие друзья, подписывайтесь на наши каналы. Вот, FotoHunter, AlrusNews. На наши инстаграмы, телеграмы. Там все самое свежее, полное. Вот, зрители нашего инстаграма в прямом эфире наблюдали вот эту всю картину. Давали свои комментарии, там, советовали нам, что делать. И вы тоже можете это сделать. Все ссылки будут в описании. Ну, и ссылки на донат тоже в описании, там, на всякий случай, да. Все, всем удачи, всем пока. Борейте за свои права. Володенька, себяшечку покажи. Не бежишь? А, да, у нас был Дикси. Дикси на какой улице это у нас был? А там же дальше по Народному ополчению, чуть дальше. Буквально через 2-3 добрые. Улица Народного ополчения, там 29, корпус 1. Ну, все, давайте, а то звук будет плохой, тут ветер. Все, счастливо.